Всем привет, это Кретов. Тут криптовалюта немножко подросла, поэтому очень многие люди снова стали интересоваться, а что будет, если начать майнить. Как известно, заработать на криптовалюте можно несколькими способами. Первый это торговать на бирже, ну то есть покупаешь криптовалюту, покупаешь подешевле, продаешь подороже, и все, что вот эта разница, она достается тебе. Второй способ, он почти такой же, то есть ты закупаешь много криптовалюты, ждешь, когда курс вырастет, и снимаешь. От первого способа отличается только тем, что там нужно постоянно покупать и продавать, покупать и продавать, а здесь ты купил и ждешь, когда вырастет. Ну и третий способ, всем известный майнинг. Для майнинга нужно специальное оборудование, либо ферма, либо асики. Асики как раз и созданы специально для майнинга, но их проблема в том, что они очень быстро устаревают и могут вообще никогда не окупиться. Кроме того, в майнинге они могут использоваться, а вот в обычных нужных бытовых уже нет. То есть на них не поиграешь, как на видеокартах. А вот майнинг на видеокартах, дело такое, то есть если он накрылся, то можно поставить видеокарту в компьютер и играть на ней там, или монтировать видео, или еще что-то делать. Плюс карты очень долго не устаревают, на них можно майнить разную криптовалюту, менять алгоритмы в зависимости от прибыльности. В общем, лично у меня ферма на видеокартах. Я ее собирал постепенно, то есть каждый месяц докупал по одной карте, пока их не стало шесть. Потом одну пришлось отключить, потому что она не смогла больше майнить эфир. Но у меня была одна проблема, она стояла в комнате в квартире студии. А это постоянный шум, жара и сухой воздух. В общем, в промежутке, когда у меня уже было 3-4 карты, я понял, что так дальше продолжаться не может, потому что и спать было невозможно, и шумело, и жарко, и во рту все пересыхало. Я решил перенести ферму на балкон, но для этого мне как минимум нужно было что-то придумать, чтобы завести туда провода от интернета, плюс кабель питания и электричества. Давайте я вам покажу, как я это осуществил. Вот сейчас моя ферма стоит прямо вот так вот, то есть за окном. Меньше мешает спать, меньше шумит, плюс жара от нее никакого нет. А раньше она стояла вот здесь, на этом столе. Вот сейчас здесь подсоединен вот этот провод. Провод идет прямо на балкон. Это довольно толстый провод, то есть он идет на балкон, и я такой толстый специально брал, чтобы ничего не воспламенилось. Розетка, по-моему, выдерживает 16 ампер, этот провод выдерживает намного больше. Главная проблема была в том, чтобы вывести его на балкон, ну то есть либо что-то сверлить, либо как-то пытаться его вывести туда. Но все оказалось гораздо проще, давайте я вам покажу, как это выглядит. Я просто провел туда провод и пережал его дверью. Вот давайте открою, покажу сейчас. Вот здесь он согнулся, тут даже вот потрепался немного, но в принципе тут толстая резина, и ничего страшного с ним не произошло. Кабель от интернета так вообще просто погнулся. Ну вот его не перерубило, то есть ничего не сломалось, ничего не оголилось. Все прекрасно работает. Вот этот сетевой фильтр. Не знаю, почему их сетевыми фильтрами называют. Короче, его на две такие фермы хватит. Но у меня тут два сетевых фильтра, во второй подключен вот роутер, Wi-Fi роутер, потому что раньше у меня был свисток, ну вот этот USB Wi-Fi, и он постоянно отваливался. Пропадал интернет, все переставало майнить, но в результате я решил не париться и просто к роутеру подключил напрямую по проводу интернет. В принципе, сейчас у меня здесь стоит вот пять карточек. Все это крепится вот на такой деревянный каркас. Я купил в магазине вот несколько таких реек, по-моему, по полтора метра, может чуть больше, чуть меньше. Разрезал их там по размеру, распилил, ну и скрепил вот такими вот саморезами. Потом просто прикрутил карты, все вот это вот оборудование. Блок питания, материнская плата, там видеокарты, райзеры поставил. То, что она в углу, конечно, стоит, она немного греется. Раньше, когда карта стояла в самом низу одна, она постоянно тоже перегревалась и отваливалась. Сейчас наверх поставил, вроде получше работает. Но на пол я не стал ферму ставить. Пару реек под низ подложил, на них вот гипсокартон постелил и уже всю конструкцию поставил сверху. От солнца у меня, в принципе, вот закрывает большой лист гипсокартона, ну то есть от попадания прямых солнечных лучей. Сверху вот такой козырек приделал, потому что когда рано утром солнце восходит, оно вот тоже падает лучи на ферму. В общем, я со всех сторон ее защитил от попадания солнца. Единственное, что она вот в углу стоит, она немного перегревается, у меня даже одна карта отваливалась периодически. Ну и вот окно у меня постоянно открыто, чтобы хоть немножко проветривалось, плюс вот этот сухой воздух, он в принципе в квартиру не попадает. Единственная проблема, у меня больше окон нет. Ну я открываю окно на балкон, плюс открываю окно в квартиру, они друг напротив друга. И вот это единственное окно у меня проветривает все помещение. Ну что в целом можно сказать? Мешать стала ферма намного меньше, находится она сейчас на балконе. Единственное, летом, когда жарко, когда ты открываешь окно, а у меня балкон, дверь и рядом окно. И то есть я открываю это окно второе, и получается, что звук от фермы, которая работает, все равно попадает в квартиру. Ну, конечно, шумит намного меньше, и воздуха сухого тоже намного меньше, а у меня даже от этой фермы стало пересыхать все в носу, во рту, то есть просыпаешься, а у тебя там хреновое состояние. Вот. Ну, в итоге эта проблема почти решилась. Но все равно, если вы живете в однокомнатной, либо в квартире студии, то майнинг не самая лучшая идея, поверьте мне. Если бы вернуть все назад, я бы, наверное, не стал заниматься. Плюс курс очень сильно просел. Ну, либо нужно иметь дополнительное какое-то помещение, и там уже майнить. А в своей квартире это одно мучение. Ну, плюс, если у вас есть дети, домашние животные, они постоянно будут пытаться что-то разломать или там открутить, я так, к счастью, живу один. В общем, 10 раз подумайте перед тем, как начать этим заниматься, а если уж начали заниматься, то выносите на балкон, если он у вас есть. У меня, к счастью, есть. Плюс ничего не надо дополнительно сверлить, вот вынес и все. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. Надеюсь, криптовалюта вырастет, мы окупим все наши вложения и даже приумножим их. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.